Утро 14 августа. По традиции началось возложение цветов к мемориалу славы, где похоронены защитники Отечества. Отдать дань памяти погибшим в столице. В парке славы пришли матери погибших, ветераны Отечественной войны, народа Абхазии, президент Рауль Хаджимба, спикер парламента, депутаты, общественность, родные и близкие. Сегодня во всех городах и районах республики возлагают венки и цветы к памятникам и могилам погибших. В православных храмах проводятся поминальные молебны. Сначала грузинской агрессии в Абхазию стали пребывать добровольцы из Северного Кавказа, чеченцы, ингуши, кабардинцы, адыги, черкесы, осетины, русские и представители других национальностей, решившие встать на защиту нашего малочисленного народа. Многие из них были совсем юными. Абхазия тогда объединила многие народы. В первые же часы войны войска госсовета показали, как они собираются наводить порядок в Абхазии. По пути к столице республики они расстреливали мирных жителей, брали в плен абхазов, обстреливали пляжи сухом из вертолетов. Президиум Верховного Совета Абхазии объявил о мобилизации взрослого населения и формировании полка внутренних войск. В рядах этих героев, которые первыми встали на защиту родины, находился и Артур Исаханян. Он погиб 21 августа 1992 года, спустя неделю после начала войны. Артуру Исаханяну посмертно было присвоено звание Героя Абхазии. В начале войны я была на работе. Я работала телефонисткой. Позвонила сотрудница и говорит, что Красный мост перегорожен. Началась война. Мальчик уже служил в полку у нас. Здесь находился в Агудзерах. Я начала звонить туда, не могу дозвониться. Но, конечно, отпросилась с работы и бегом домой. Прихожу, мужу говорю, он мне так показывает пальцем, как мол, он спит. Но молчим. Телевизор вообще, звук убрали, молчим. И вот встает он, муж на меня смотрит, я на него смотрю. Почему? Ни он, ни я не можем сказать. Потом я говорю ему, ты знаешь, вот так, вот так. Он как психонул, говорит, почему вы меня не разводили. Там же ребята, которые воевать не могут, это надо быть там. За пять минут у него ботинки, тогда офицер такие ботиночки носили. Он начал завязывать шнурки. Тогда шнурки рвались, когда одевался. А сейчас даже шнурки не порвались. Вот так, за минуту он оделся. Я у нас двухкомнатная, пока я вышла на балкон, чтобы на ЭЖБ посмотреть, он уже останавливал машину, садился. Вот так он ушел на войну. Но он уже служил в полку. Ему не было 23-х. Он погиб на мой день рождения. Так что день рождения подходит. И 26 лет как он погиб. Конечно, это очень тяжело. Я всем желаю, чтобы не было войны, чтобы мамы не хоронили своих детей. Это самое страшное. Поверьте мне, годы проходят. Особенно сейчас, когда ты вкладываешь и получаешь отдачу, и когда ты в возрасте и нет рядом этого плеча. Это очень трудно. Чичика Мархолия, бывший командир первого взвода, первой роты третьего батальона, герой Абхазии. Сегодня он убежден, тогда в страшное для страны время именно единство, боевой дух и мысль о победе морально помогали и привели к заветной мечте. 14 августа, где-то в обед на фолькское отделение милиции работал. Услышал такая трагедия. Там служебный автомат имели, мы получили. Приехал сюда, уже на Красном мосту. Бои шли. Трофейный танк был там подбит, стояла. Потом со стороны военной санатории снайпера били. Там где-то часик мы побыли. А потом в обком партии пошли, оттуда нам сказали за Гумистинским речкой укрепиться. И вот так защищали нашу родину. Совсем юные девушки во время войны плечом к плечу сражались вместе с отцами, мужьями и братьями. Каждый день и час они были рядом с теми, кто боролся за свободу и независимость. Спасать жизнь бойцов – это была ежедневная тяжелая фронтовая работа. Днем и ночью, при любой погоде, под артобстрелами, бомбежками, укрываясь от воздесущих снайперов. Работа, целью которой была победа жизни над смертью. Работа в условиях боя, после которого звенит в ушах и голова какая-то тяжелая. Даже спустя четверть века именно такими воспоминаниями делятся те, кто ценой собственной жизни шли спасать. Я тот день, 13-го ночи, на 10-14-го, я дежурила начальником медицинской службы гвардии Абхазской армии. Вот мы там и находились, часа 2-3 ночью подъехал к нам наш друг и говорит, что наши ребята с Ахуреев попали в плен. Мне было 21 год, я уже после 89-го года, я знала, что это такое грузин, потому что меня сняли с работы за грузинский флаг. Я нигде меня не принимали, благодаря Ардзенбе я попала в Ачадарский полк с первого дня фермирования до конца. И всю войну прошла, и я себя не хвалю, и я не повесила никакой какой-то флаг, я не поймала никакой танк, как бы, ну, сделала все, что от меня требовалось, я сделала как медик на войне. Никто не должен забывать всех ужасов отечественной войны народа Абхазии. Забыть – это значит предать настоящее прошлое. Когда в 1992 году дети, отцы, мужья уходили воевать, они были готовы к тому, что кому-то не суждено вернуться, но они смотрели в будущее, в наш мир. Каково было матери, которая провожала своего сына на войну, зная, что видит его в последний раз? Или жене, молодой маме, ребенок которой остался без отца. Но их дети родились и выросли в свободной стране. Организация Киараза организовала детский лагерь, который называется Апепш. Мы провели два потока. Сегодня, 14 августа, мы с нашими детьми решили почтить память павших за победу, за нашу Родину. На самом деле, они сами изъявили желание прийти и возложить цветы в этот день. Мы очень надеемся, что мы своими какими-то поступками, действиями не позорим тех, кто отдал свою жизнь за нашу свободу, за нашу победу и за нашу жизнь. Война с Грузией продолжалась 13,5 месяцев, 413 страшных кровопролитных дней. После победы Абхазию ждали и международная изоляция, и экономическая блокада со стороны стран СНГ. Но она выстояла и дождалась признания своей независимости России и другими странами. Уже через считанные дни мы будем отмечать 10-летнюю годовщину этого важнейшего события. Продолжение следует...